Принц Краб Жил-был рыбак На деньги, вырученные за улов Ему никак не удавалось накормить свое большое семейство даже полентой Тащит он раз из моря сети и чувствует, что они очень тяжелы На силу вытащил Смотрит, краб, да такой огромный, что взглядом его не охватишь Вот это, улов Обрадовался рыбак Теперь-то я накормлю полентой своих малышей Пришел он домой и велел жене поставить на огонь кастрюлю Скоро, мол, будет мука для поленты А пойманного краба потащил к королю во дворец Ваше Величество, начал он, явите вашу милость Купите у меня вот этого краба Жена уже кипятит воду для поленты А у меня нет денег На что мне твой краб? Продай его еще кому-нибудь Ответил король Ну тут вошла принцесса Ах, какой красивый, какой дивный краб Папочка, дорогой, купи краба, купи, прошу тебя Мы его пустим в бассейн вместе с кефалями и золотыми рыбками Принцесса очень любила рыб Она часами просеживала у бассейна в саду Все смотрела, как плавают кефали и золотые рыбки И король, не чавший души к своей дочери, конечно исполнил ее просьбу Рыбак пустил краба в бассейн с рыбками и получил кошелек золота Теперь он целый месяц мог кормить своих детей полентой Принцесса любила смотреть на краба и подолгу не отходила от бассейна Она уже знала все его повадки и заметила, что ровно в полдень он куда-то исчезает на три часа И вот однажды, когда она сидела у бассейна и любовалась своим крабом, раздался звон колокольчика Принцесса вышла на балкон и увидела нищего, просившего милостыню Она бросила ему кошелек с золотом, но нищий не сумел его поймать И кошелек упал в глубокий ров, наполненный водой Нищий спустился в ров в надежде найти кошелек, нырнул и поплыл под водой Подземный канал ввел из рва в бассейн и уходил еще дальше, а куда, неизвестно Продолжая плыть под водой, нищий оказался в прекрасном водоеме, посреди большой подземной залы, украшенной великолепными коврами В зале был накрыт стол, нищий выбрался из воды и спрятался за ковер Ровно в полдень из воды показалась русалка на спине огромного краба Русалка коснулась краба волшебной палочкой В тот же момент из крабьего панциря вышел красивый юноша Он сел за стол, а русалка коснулась волшебной палочкой стола И тут же блюда наполнились всевозможными яствами, а бутылки, вином Закончив трапезу, юноша снова вошел в крабе панцирь Русалка коснулась его волшебной палочкой, села крабу на спину И они оба скрылись под водой Нищий вышел из-за ковра и тоже нырнул в водоем Поплыл под водой и очутился в бассейне принцессы В это время она любовалась своими рыбками Увидела королевская дочь нищего и страшно удивилась Что тебе здесь нужно? Тише, принцесса Я расскажу вам удивительную историю Он вылез на край бассейна и рассказал все, как было Теперь я знаю, куда равной в полдень на три часа уходит мой краб Промолвила принцесса хорошо Завтра в полдень мы вместе отправимся туда На следующий день через подземный канал Она вместе с нищим добралась до зала с водоемом И спряталась за ковром Ровно в полдень появилась русалка на крабе Волшебной палочкой она коснулась крабьего панциря Появился прекрасный юноша И тут же направился к столу Принцесса давно уже любовалась крабом в своем бассейне Но стоило ей увидеть юношу, который вышел из панциря Как она тут же влюбилась Она подкралась к панцирю и незаметно забралась в него Когда юноша вернулся в панцирь, он увидел там принцессу Что ты сделала, прошептал он Если русалка об этом узнает, мы оба погибли Мне хочется освободить тебя от злых чар Прошептала в ответ принцесса Скажи, чем тебе помочь? Вряд ли ты мне чем-нибудь поможешь От злых чар меня избавит только девушка, которая полюбит больше жизни Я готова на все Промолвила принцесса Пока внутри панциря шел такой разговор Русалка уселась на краба И он, перебирая лапками Вынес ее подземным каналом в открытое море Русалка и не подозревала Что в панцире пряталась и дочь короля Русалка уплыла в море, и принцесса с юношей остались одни Крепко обнявшись, они отправились в обратный путь По пути принц, а это был настоящий принц Рассказал возлюбленной, как его освободить Найди на берегу моря большую скалу Встань на нее и поиграй там на скрипке Пока в волнах не появится русалка Она обожает музыку Выйдет она из воды и скажет Играй, красавица, мне так хорошо А ты ответь, ладно, буду играть А ты мне дай цветок, который у тебя в волосах Когда этот цветок попадет в твои руки Я буду свободен, в нем мое спасение Краб возвратился в бассейн и отпустил принцессу Нищий тоже возвратился из подземной залы в бассейн И, не найдя принцессы, решил, что она попала в беду Но тут дочь короля вышла из бассейна, поблагодарила Нищего и щедро вознаградила Затем она пошла к отцу и сказала, что желает учиться музыке и пению Король никогда не отказывал дочери ни в одном ее желании Он тут же велел позвать лучших певцов и музыкантов Научилась принцесса петь и играть и говорит королю Мне хочется пойти к морю и, стоя на большой скале Поиграть на скрипке, на скале, на берегу моря Ты с ума сошла, воскликнул король Но, как всегда, исполнил ее желание Вместе с ней он послал восемь горничных в белых одеждах А вслед за ними, на случай нежданной опасности Отряд воинов и велел им не спускать с принцессы глаз Принцесса стала на большой скале А восемь ее фрейлин, на восьми скалах вокруг нее Едва раздастлись звуки скрипки В волнах появилась русалка Какая изумительная музыка Играй, играй, мне так хорошо Я буду играть, но подари мне цветок Который у тебя в волосах Больше всего на свете я люблю цветы Достанешь этот цветок оттуда Куда я его заброшу Он твой Достану Сказала принцесса и снова стала петь и играть Кончила и говорит русалке А теперь дай мне цветок Держи Сказала русалка и кинула его далеко в море Принцесса бросилась в воду и поплыла навстречу волнам Туда, где покачивался прекрасный цветок Принцесса Принцесса На помощь закричали все восемь фрейлин Стоя на скалах, ветер развивал их белые одеяния Но принцесса плыла и плыла Она то исчезала, то вновь появлялась среди волн И когда силы начали оставлять ее Набежала волна и принесла цветок прямо ей в руки Из-под воды донесся голос Ты спасла меня Теперь ты станешь моей женой Ничего не бойся, я помогу тебе Сейчас мы выйдем на берег Но никому ни слова, даже родному отцу Сегодня я порадую своих родителей, а завтра попрошу короля твоей руки Да, да, конечно только и вымолвила принцесса Переводя дыхание И краб подплыл с ней в берегу Дома принцесса только и сказала королю Что ей было очень весело И ни слова больше А на другой день равно в три часа перед королевским дворцом Послышался стук копыт Звуки труб и грохот барабана Посланец из другого государства возвестел Что сын их короля просит принять его Принц попросил у короля руки его дочери А затем рассказал все, как было Король сначала рассердился Что от него все скрыли Но затем приказал позвать дочь Принцесса бросилась в объятия принца Мой возлюбленный муж И король понял, что ничего другого не остается Как сыграть свадьбу